Всем привет, другие подруги! Сегодня мы опять в Карелии, и сегодня у нас мастерская для Деколи. Медведя можно будет убить? Кстати, здесь Ваня видел медведя. Очень опасный лес. В прошлый раз когда ездил, он видел здесь медведя. Болотиноельник, и где-то здесь бродит медведь. Юрий, как ваше самочувствие? Я сегодня в новой английской курточке. Юра, расскажи, что ты думаешь, если ты увидишь медведя? Я буду жестко гадить. Потом на кучке какашек медвежьих увидит вот этот вот значок. Как потому, что вы меня любите? Все будет нормалек. Это очень хорошо, что с нами сегодня Юра, потому что у нас есть шансы убежать. Ну вот минут за десять где-то у нас вылазит вот такие вещи. Монетосик. Тридцать девятый год. Три копейки. Ваня у нас специалист, он без МД. Да, он батарейки забыл дома, а у него сели. Короче, он, видите, с лопатой. Он профи, монеты без МД находит. Вот такую пуговичку Ваня достал. Нашу. Нашу, да. Держи Ваня. Вот такой одеколончик, наверное, был. Сок. Жук пополз. Ну и вот самое тоже. Жук пополз. Интересное. Да, самое интересное. Советские. Российские. Ходячки. Вылезли ходячки. Да, с этой же глубины он, Ваня говорит, глазами нашел. На, забирай их, чтобы потом не найти их еще раз. Чехол от ножа. Вот такой вот он. Кожаный. И у меня вылезла вот непонятная находка. Где она? А, вот. Протривание. Ваня. Непонятно, почему и как. USA Army. Американская пуговица. Армейская. Непонятно, почему она здесь оказалась. Мы есть догадки, конечно, что ленд-лиз. Но хотя, Ваня, а ты что говоришь тут? Фарфоровые мальчики. Фарфоровые мальчики. В общем, плавно мы с Ваней перебрались на помоечки финские. Надо кормить деда Хабара. Потому что что-то совсем печально. Грустненько. Баночка оттуда вылезла. Негролин. Это для чистки обуви. Негролин, гуталин. Да, Ваня? Да. Ну вот. Заберем ее с собой. Только что звонил в Финляндию, да. В общем, с помоечкой с этой потрачено. Вот что было найдено. Мини-обзорчик. На весь хлам. Ну, немерено кожи, как обычно. Вот. Даже попался где-то здесь женский башмак. Коронавирус, да. Спасибо. А что про эту баночку было? Да, вот жалко не сохран. Замочек такой. Вот женский башмачок. В этой помоечке. Разводной ключ. Древнефинский разводной ключ. Подкова, понятно. Крышка кастрюли. Что такое интересное? Коробочка какая-то непонятная. Так. Что там еще интересное? Ну, вот самое интересное пошло. Крышечка чайника. Таких попадается очень, кстати, много. На финских и позициях. И на финских мысах. Так. Вот. Даже лежал велосипед здесь был. Запчасти от велосипеда. Защитный кожух на цепь. Алюминиевый. Вот так вот он держался к раме. Так, что у нас еще там? Керамика, это понятно. Вот такая вот, вот такой лазончик. С узором тоже весь разбит. Потрепан жизнью. Керосиновая тема. Здесь написано космос. Так. Ну вот, к сожалению, вот было бы целое, был бы вообще шикарно. Вот такая баночка. Увы, ах, маленькая. Вот такая вот. У него дно было вот здесь вот. Крутая баночка. Брусок для заточки косы. Бутылочка. В сохране, кстати. И у нее есть надписи. Вот такая вот она. Первое место этой помойки мы отдаем вот этой целой баночке негралина. Ну вот, в общем, вот такая вот вещь. Непонятная, похоже. Запонка, да. Возможно запонка. Часть браслета. Ого. Даже неизвестно, что за монетка была. Переверни. Плющ ли я. Что с ней делал это? Плющ ли. И что это за монета? Даже непонятно видно. Видно, что за кантик по кругу и все. Вылезла у меня такая крышечка. Вот она. Сейчас мы посмотрим, что это за она. Песочный сохранчик. Хороший сохранчик. Вот даже осталась оригинальная резиночка уплотнительная. Вчера из Финляндии, грубо говоря, ребятки. И посмотрим, что там. Да. Лахти. Шикарнейший сохран. Охрененный. Смотри. Из-под пива. Из-под пива, да. Оую. Да. Железка. Нормальная пробочка. Запчасть от чего-то там. Знаменитая фирма BMW. Хорошая вещь. Прикольная. Но бесполезная. Давно я их не поднимал. Топорик. Ох, какой прикольный. Смотри, Вань. Смотри, какой он. Да. Юра, квадратные глаза. Да. Он обычно уточенный находит. А тут даже заостренный. Да. Вот видишь, какая у него выемка. Он же это необычный с выемкой. Обычно просто. А только и слышу, это как самопалка. Хотя нет. Хороший топорик. Чётенький. Да, смотри, какой красавец. Вот такой. Он даже из дерева осталось. Смотри. Войсковой финский топорик. Очень тяжело копать. Так и хочется её съесть. Но тут либо есть, либо копать целые поляны. Как чувствовал. Думаю, дай пройду по помоечкам, которые взбодрил Ваня. Вот одна, вот вторая. Вот он накидал тут всё кругом вокруг. Манетосик. Ох, какой красавец. Жалко не серебро. Но всё равно приятно. Тридцатый год. Пять финских марок. Лежал в помойке. Надо ещё вот пройти. Ох. Керосиночки? Да. Надо вызывать святой дух и Юру с корщёткой. Сказать. Юра, есть что тереть. Вызываю тебя. Сейчас буду в режиме минимально онлайн показывать, что вылазит. Как обычно. Гильзач в шикарном сохране. Батарейка. И вот дедушка Хабар надо мной стебётся. Вылезла ложка. Он знает, что мне нужна ложка-вилка. Но он выдает что-то совсем не то, что я хотел. Он выдал мне просто ложку. Мне нужна ложка-вилка. Такая тоненькая ручка у неё. Блин. Мне нужна ложка-вилка. Дедушка. Давай уже стам дальше. Ложку-вилку, пожалуйста. Здесь лежит по частям ремень. Вот вылезла часть. Замок. Блин, пожалуйста. Пряжечку со львом. И вилку-ложку на ней лежащую. Пожалуйста, дедуля. Давай, подгони мне. Зацепчик. Хороший. Латунька. Тут даже бумага сохранилась. Частично. Сейчас постучу его немножко. Вот такой вот он. Хороший, красивый, прикольный зацепчик. С бумагой. Блин, что-то я попшиклась. У меня морда вся горит. Наверное, раздражение, аллергия на это говносредство. Блин. Больше никогда его не куплю. Мои дорогие комрады. Други и подруги. Вот я начал выбивать выход. Накопал очень много шмурдяка, гильзяча. Даже кость вылезла животного. И смотрите, что у меня здесь вылазит. В песочном сохране. Штык. Хороший, нормальный, финский штык. Блин, ну немножко, конечно, подушедший. Такого у меня еще не было. Пиздец. И даже дерево частично сохранилось. Вот такой красавец вылез у меня. Ну вот рядом со штыком у нас лежал вот такой вот ножичек. Деревянная рукоять на нем была. И вот такой вот он весь был красавец. День ножей. Весь выход вот так вот звенит. А сейчас вот только что вот оттуда у меня вылезла неведомая вещь. Кожаный чехол. Я так понимаю, на нож какой-то. Возможно, я ошибаюсь. Если что, поправьте меня, конечно. Я не спец по афинам. Но вот такой вот этот. Он громадный. Ну вот рука, грубо говоря. Вот такой вот он кожаный весь. С латуньками, с заклепочками. Вот зацепчик. Подвес для ремня. И вот он. Такой вот интересный весь. Вот этот блиндажик потрачено, конечно. Так все перерыто. Как кабанами. Немножко углы. Натюрмортик. Образовалась ложечка. Вот этот нож, скорее всего, ребятки, это пукко. Но это не точно. И вот такая вот вещь получилась у нас. Ну и всякий шмурдяк. Верховой магазинчик. Магазинчик. Магазин, я так понимаю, от лахти. От пулемета. Сейчас посмотрим. Вот на такой глубине лежал. Верховой. Магазинчик. Нашел я вот такую вот лопаточку. Финская. Большая. К сожалению, утерянная. Хорошая лопатка. Вот она. Такая здоровая. Ну вот перчатка. Для сравнения. И вот такая лопатка. Я представляю. Если этой лопатой зачерпнуть песочек. И закинуть выше себя. Нормально так. за день точно устанешь. Но сейчас еще попробую здесь. Блин, здесь конечно вот так вот нереально ходить. Надо ждать пока это все ляжет или исчезнет куда-то. И плюс еще лесники накидывают постоянно сюда дров. Вот они лежат. Спиленные деревья и все остальное. Ну чтобы два раза не напрягаться. Вот такая вот вещь вылезла у меня. Скорее всего самоварная тема. Вот. Материал скорее всего латуха. Но есть подозрение что нет. И вот такая вот тема вылезла у меня. Непонятная вещь. Семь восьмых свинец. Вот такая вот штучка. Кто знает от чего это. Напишите в комменты. А у нас рубрика что-то и такое. Ну что. Короче. Сегодня хороший был коп. И трагедия у меня минимальная. Лопата. Лопата. Как и жизнь дала трещину. Ушла. И вот здесь вот. Предстоит тюнинг лопаты. Потому что без этого девайса. Ничего никогда в этой жизни не найдется. Даже ложка вилка. Которую я ищу уже за месяц наверное. Начинается опять. Короче. Был хороший коп. Отдохнули. Погуляли. Наживались в чернике. Нормально. Я малины еще закусил. Сделал дикий микс. Я боюсь с ним ехать в одной машине назад. Всем пока. Подписывайтесь. Чус. Продолжение следует...